Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас парфюмерная распаковочка. Это очень классный заказ от Депари. Итак, поехали! Здесь у меня 5 парфюмов, потому что 5 парфюмов всегда брать выгодно. Во-первых, при покупке 4 парфюмов 5 идет в подарок. Во-вторых, за предоплату тоже парфюм идет в подарок, но не всегда такая акция есть. Можно уточнять у парфюмерного стилиста. Когда вы делаете заказ в Депари, это такой момент наслаждения, потому что если вы чего-то не понимаете, если вы не знаете, какой хотите аромат, а может быть не нашли какой-то определенный аромат, то вам обязательно перезвонит после оформления заказа парфюмерный стилист и поможет вам. Если вы забыли внести промокод, если вы забыли добавить какой-то парфюм, или хотите его удалить, об этом не переживайте. Парфюмерный стилист, когда с вами свяжется, он вам все скорректирует, объяснит, поможет в выборе и так далее. Бесплатная доставка от 3,5 тысяч. Посылки идут из Нижнего Новгорода, чтобы вы имели в виду сразу, потому что упаковка продукции идет именно... У нас такая дикая жара, поэтому если сильно блещу, не обращайте внимания. Упаковка парфюма идет именно в России, в Нижнем Новгороде на данный момент, а само производство сырья происходит во Франции. То есть из Франции доставляется продукт, упаковывают ее в России и доставляют из Нижнего Новгорода. Имейте в виду. И еще не бойтесь, что вас там обманут или еще что-то. Почему? Потому что парфюмы, кстати, вот так вот все переложены были в коробочке. Сертификат. Есть у продукции все как бы здорово, все замечательно. Не бойтесь, потому что существует оплата после получения. То есть, допустим, на Почту России вы заказали там или на СТЭК, вы проверяете посылку, смотрите, что в ней, все хорошо оплачиваете. Нехорошо не оплачиваете. Так, давайте по порядку, буду вам рассказывать. Начнем, 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 начнем с Жомалон. Где он у меня тут, миленький? Я открыла описание аромата, чтобы вы имели хоть какое-то представление. У меня все парфюмы, они здесь в разных объемах и в разной таре. На сайте тоже существует возможность выбора такого. То есть, вы можете заказать себе парфюм объемом 15 мл. Это на данный момент новинки. Это самый выгодный, ну не то что выгодный формат. Но, во-первых, вы платите копейки, а можете потестировать ароматы, которые давно хотели. То есть, 15 мл. Вот как выглядят эти флакончики 15 мл. То есть, этого достаточно. Есть распылитель, вы можете поносить аромат, понять, нравится вам он или не нравится. То есть, взять вообще 5 штук за очень-очень дешево. Плюс, конечно же, как всегда, я вам промо-код на скидку 10% оставлю в описании. Все это будет. То есть, промо-кодом выходит еще дешевле. Так, мы сейчас с вами про Жомалон. Он у меня в объеме 50 мл. Приходит в коробочках, но коробочки достаточно быстро заканчиваются на складе. Поэтому иногда может прийти без коробочки. Если вы на подарок берете кому-то, то точняйте этот момент тоже у парфюмерного стилиста, когда вам перезванивают. 50 мл стекли. Они также есть 50 мл пластики. То есть, если не хотите переплачивать за стекло, берете для себя, и вам все равно, то пожалуйста, ради бога. Ароматы старалась выбирать летний. Практически ни один из этих ароматов мне не знаком. Один только вот знаком. Поэтому давайте разбираться с вами вместе. Я их уже без вас открою вам секрет. Потестировала, поносила, поняла, какие из них мне нравятся больше. И вот Жомалон я буду вставлять в картиночки оригинала, чтобы вы понимали, о чем речь. Мне очень понравился. Так, как он называется правильно? Это у нас Wood Sage Sea Salt с солью. Морской аромат. Он очень классный. Он мне безумно нравится. Он на лето прям вот классный-классный. Фужерный, соленый, морской, цитрусовый, мускусный. Вот есть здесь мускусная нотка. Хотя я ее вот на лето, я ее бы убрала, конечно. Но тем не менее, коктейль получился обалденный, свеженький, классный. Травяной, мягкий, пряный, цветочный, акватический, свежий, пряный. Принадлежит группе фужерной. Здесь морская соль и лесной шалфей. Не знаю, шалфей я не чувствую, но я чувствую соль. Я не знаю, как можно соль передать в аромате, но я ее чувствую. Так, это изюминка. Это действительно изюминка. Аромат охоты этого с воспоминаниями. Одновень морского бриза, криков, чай. Он классный. Я не скажу, что это прям какой-то свежий-свежий аромат, который, знаете, есть. Вот у них одна направленность свежий и все. Нет, это действительно богатая композиция. Действительно с солью. И очень интересно. Мне сейчас вот на эту жару, жуткую, 30-градусную, хочется пойти на улицу именно в этом аромате. Именно такой парфюмерный гардероб сегодня одеть. Вот очень рекомендую. Летний аромат. Вкусный, классный, замечательный. Так, едем с вами дальше. Дальше у меня... Сейчас я вам все расскажу. Крит. Love and White. Белая любовь. Он у меня в объеме 30 мл. В пластике. Видите, в пластике всегда дешевле выходит. Что это у нас с вами за парфюм? Цветочный, цитрусовый. Это прям вот цитрус. Это цитрус, причем достаточно свеженький, который тоже замечательно подойдет на лето. Цедра, апельсина, болгарская роза. Слава богу, я ее здесь не чувствую, потому что именно болгарскую розу я не очень люблю в парфюме. Ну, может, какой-то там совсем отголосок, но нет. Я не люблю, вот честно, я не люблю болгарскую розу. И рис, магнолия, нарцисс. Обожаю его в парфюме. Просто рисовая пудра. Конечная нота. Амбра, ваниль, сандал. Это очень интересный парфюм, который тоже подойдет на лето для любителей цитрусовых. И вот аромат нарцисса, любите, он здесь прям ярко выражен. Он здесь выражен ярко. Болгарскую розу я вам еще раз сказала, слава богу, я не чувствую. Цедра, апельсина. Написано, что это начальная нота. Нет, у меня начальная нота, вы знаете, наверное, все-таки нарцисс. Нарцисс с цитрусовыми и с какой-то вот свежестью такой, тоже летний. Но он достаточно насыщенный. Вообще ароматы де пари, они все достаточно громкие, они очень стойкие. Они на одежде могут держаться месяцами. Они даже после стирки, за что я их и обожаю. Здесь у меня нарцисс цитрусовых немножко. Ваниль, сандал, конечные ноты. Ну, даже если она здесь и есть, ваниль, она вот тут совсем мягкая, минимальная. Я ее тоже практически не ощущаю. Сандал, да, ощущаю. Классный. Это больше цветочный, нежели цитрусовый аромат. И именно вот белых цветов. Он название свое полностью оправдывает. Тоже очень классный летний аромат. Прям рекомендую. Так, едем дальше. Дальше у меня мужской парфюм взяла для мужа. Он пришел вот в такой вот серой уже коробочке. Здесь 50 миллилитров. Это Хьюго Босс. Классический, если я не ошибаюсь. Экстрим. Вот так он выглядит. Вот мне и самостоятельно, себе тоже хочется на лето поливаться, девчонки. Хьюго Мэн Экстрим. Древесные, цитрусовые. Базилий, грейпфрут, зеленое яблоко. Сердце, жасмин, шалфи. И конечная нота, белый кедр, ельпачули. Это классический такой мужской, свежий. Мне кажется, уже все девочки этот аромат своим мужьям покупали. И понимают, о чем я говорю. Классический, мужской, свежий. Классный очень аромат. Притягательный, вкуснючий. Прям вот мужиком пахнет. Хорошим мужиком. Богатым, обеспеченным. Классный аромат. Так, что у нас здесь? Пряные аккорды кардамона, кориандер, мускатный орех. Ну, я вам все, в принципе, это зачитала. И что хочу сказать? Мне нравится. Вот мужские ароматы я могу только так оценивать. Мне нравится или мне не нравится. Этот нравится. И я уверена, что мужу тоже понравится. Не могу сказать, что он тоже супер-пупер какой-то свежий, легкий, летний. Он средний. Он и на весну, и на осень подойдет. И летом, в то же время, если ваш мужчина знает мир, один раз пшикнется, тоже будет нормально. А так можно и задушить им окружающих. В принципе, можно вполне себе. Дальше у нас с вами Байреда. И здесь у меня флакончик 300 мл в стекле. Смотрите, какие красивые. Мне, кстати, первый раз такое. Все время, по-моему, 30 мл заказывала в пластике. Очень красивые. Без коробочки, правда, но сам флакончик потрясающий. На каждом флаконе есть этикетка с названием «Аромата». И они могут со временем настираться, смотря, сколько у вас в использовании флаконов. Поэтому я рекомендую, если вы сказали, вам понравилось, сразу прям вот сфоткать себе название, чтобы потом не перепутать. Байреда гипси-вотер. Сганская вода. Этот аромат я уже пробовала, и я очень положительно отношусь вообще в целом к базе Байреда. Мне она нравится. Я обожаю аромат Бал в Африке. Мне нравится практически каждый аромат у них. Поэтому решила повторить. У нас здесь с вами что? Аромат считается унисекс. Ноты древесные и фужерные. Бергамот, лимон, перец, можжевельник, ладан, сосна, ирис, ваниль, сандал, амбра. Вот так вот интересно. Цыганская вода воплощает в себе одновременно итальянские традиции и загадку Ближнего Востока. Ярко чувствуются древесные аккорды и выраженный ориентальный характер оков. В общем, тут много парфюма интересного. Но Байреда, он на любителя. Его либо любят, либо не любят в целом. Потому что у него база такая одна, общая. Она прослеживается в каждом их аромате. Поэтому если вы любите Байреда, вам понравится аромат. Если не любите, не пробовали, возьмите 15 мл на пробу. Аромат достаточно насыщенный. И вот он достаточно тяжелый для лета. Есть в нем свежие нотки. Они есть. Они здесь прослеживаются. Я, знаете, что четко ладан чувствую здесь. Но он перемешан в каком-то комплексе очень вкусном. Хотела сказать, с кислинкой. Вот с лимоном, перец, да. Ваниль легкая, больше ладан, сандал, амбра. Это очень богатый, интересный аромат. Но не совсем летний. Его на прохладушку я себе оставлю. Он у меня будет отстаиваться. Но он классный. Он интересный. Он очень многогранный. Он постепенно лично на моей коже раскрывается. И я каждые полчаса могу ощущать какие-то новые нотки. Все вот эти ароматы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, они все безумно шлейфовые. Безумно шлейфовые. И раскрываются по-разному. То есть первоначальные ноты ничего общего не имеют к тем, которые вы потом можете услышать на шлейфе. Это круто. Я люблю такие ароматы. Мне очень нравятся. И следующая малышка, которую я вам показала, 15 мл, взяла себе на пробу кирке. Я не знаю, как правильно называется бренд, если честно, девчонки. Тизиана, Терензи. Вот как-то так. Но аромат у всех на слуху. Поэтому, я думаю, вы его знаете. Взяла. Почему? Потому что здесь есть как раз в верхних нотах груша. Грушу обожаю в парфюмерии. Обожаю. Вообще он шипровый. Фруктовый. Маракуйя. Груша. Малина. Персик. Черная смородина. Песок. Интересно, да? Песок. Ландыш. Средние ноты. И базовый. Ваниль. Мускус. Почули. Сандал. Гелиотроп. Сладкий. Экзотический. Влекущий. Фруктово. Шипровый. Унисекс. Аромат. От итальянской марки. Итальянский парфюм. Так. В честь мифической женщины его создали. Очень классно, кстати. Дочери Гелиоса и Океаниды Персиды. Обладающие искусством искушения и магической силы. Как интересно парфюмеров на создание таких композиций. Смотрите, что сподвигает. Здорово. Давайте расскажу вам про него теперь. Этот аромат действительно фруктовый. Это фрукты. Все, которые я перечислила. И слава богу, я очень хорошо и отчетливо слышу здесь грушу. И неотчетливо слышу смородину. Потому что смородина, мне кажется, когда она выступает на первый план, она классная. Она хорошо пахнет. Но она как-то удешевляет композицию. Здесь я чувствую грушу, малину. Ландыш в самом конце. Вот я этот аромат носила долго, прислушивалась, нюхала на себе, на одежде. На коже, кстати, на одежде совершенно по-разному звучит. И вот именно на коже я начала быстро чувствовать ландыш. Это средняя нота. Ваниль здесь не давит. Мускус почули тоже. Но аромат достаточно насыщенный. Вот сначала прям вот этот в нос бьет фруктовый компот. И он очень вкусный. Здесь грамотно так распределили процентное соотношение всех этих фруктиков. Маракуйю, кстати, почти не слышу. Это где-то отголоска. Она вот в букете где-то тут плавает, присутствует. И ваниль я не слышу. Я слышу в конце, в оконцовке ландыш. Слышу отголосок фруктиков. В целом аромат тоже летний. Имеет место быть. Кто вот такие вот миксы любит. Я думаю, вам понравится. Так, ну все пять ароматов мы с вами разобрали. Я довольна, безумна. Мне прям мой заказ понравился. Все такие интересные, разные. Свеженькие, фруктовые, бело-цветочные. Вот прям то, что нужно. Но, конечно, такими ароматами, еще раз говорю, обливаться прям не стоит. Потому что парфюм, де пари, он очень стойкий. Одного пшика вполне достаточно. И то даже в воздух и под этим облачком постоять. Иначе можно задушить окружающих своей парфюмерной композицией. Ну и на этом все, мои хорошие. Вроде все вам рассказала. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под видео. Частые вопросы, которые встречаются, через сколько ко мне придет посылка. Опять же, смотря как вы заказываете, СДЭК и Почта России тоже зависит не от компании. Компания, как правило, в течение 3-5 дней заказы все отправляют со склада. Опять же, если есть какие-то акции на данный момент, то сайт может быть перегружен, может быть очень много заказов, их будут обрабатывать дольше. Если вы попали на выходные, опять же, в компании есть выходные, люди отдыхают, то, соответственно, сроки у вас еще растягиваются. А так мне, например, с Нижнего Новгорода она идет буквально 3-4 дня. 3-4 дня. То есть это с момента отгрузки. 3-4 дня – это прям вот максимум. Поэтому тоже рассчитывайте, смотрите, и какую транспортную компанию выбираете, тоже обращайте внимание. Про акции вам рассказала. 4 берем 5 в подарок, от 3-500 бесплатная доставка. Можно там скооперироваться с кем-нибудь, допустим, если вам на 3-500 не нужно, и чтобы доставка была бесплатная, вместе там с соседкой, с подушкой заказать себе парфюмерию. При предоплате уточняйте обязательно, когда вам парфюмерный стилист перезвонит, есть ли акция за предоплату еще один парфюм в подарок. Вы сами выберите, какой вам нужен, назовете оператору, она скажет, есть такой там или нет. Вот. Ну и все. Вопросы, если остались, пишите. Промо-код, как всегда, оставляю вам в инфобоксе. Ссылочку для заказа тоже оставляю в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем.